Всем привет дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Перед вами орхидеи в посадке поролон на фитиле. Подробное видео, что я делала, для чего и как, вызвало большой интерес у вас. Кто еще не видел, может пройти и посмотреть. Ссылочку оставлю в правом верхнем углу. Я поняла, что вам интересна эта тема, тем более многие просили показать, что буду делать дальше. Поэтому сегодня извлечем орхидейку из поролона. Посмотрим, что там внутри происходит. И есть огромное желание для наглядности, скажем, и для большей уверенности в этом способе разместить в подобную посадку еще одну орхидейку. Но для начала хочу вернуться к вашим комментариям под первым видео. Как я сказала в прошлом видео, пришла я к этому способу абсолютно случайно. Приехав к маме, у нее оказалась орхидея без корней. Мха под рукой не нашлось, и мы решили взять и обернуть ее губкой, которую мама увлажняет каждый день. Через несколько дней из разговора по телефону мне было сказано, что орхидея начала проклевать корни. И я тут же решила повторить эксперимент. Но уже внесла модификацию, добавив фитилев и проработав несколько вариантов его взаимодействия с губкой. После получения неплохих результатов я решила поделиться с вами, друзья мои, моей находкой. И тут последовала масса комментариев, в основном положительного характера, где вы и многие благодарили меня за такую идею. Даже кто-то шутканул, мол, надо запантитовать изобретение, и все, понеслось. Мол, придумка не моя, что турки сто раз показывали такой способ, китайцы, корейцы или иранцы пользуются этим способом давно. Честно говоря, я сначала опешила, даже просила ссылки сбросить. Хотела посмотреть на данный способ у других блогеров, ведь век живи, век учись. В итоге мне сбросили ссылку, где одного вроде турецкого блогера, есть видео, где он заворачивает шею в губку, ставит стакан и вниз наливает воду. Может, кстати, данная информация будет кому-то полезна. То есть способ получается примерно как у моей мамы, только она не наливает воду, так как получается сильно влажно. Может, именно по этой причине кто-то писал, что у него не получилось в таком способе реанимировать орхидеи, и они у него пропадали. Далее я уже сама нашла видео какого-то англоязычного канала. Там губку режут кубиками, складывают в стакан, ставят орхидею и опрыскивают сверху. Но это не мои методы. Я не хочу держать руку на пульсе и бесконечно ежедневно танцевать с бубном над реанимашкой. Поэтому, может и существуют способы реанимации в губке, но говорить, что мой метод в поролоне вы уже видели и им давно пользуются, будет не совсем верно. Лично я до определенного времени даже думать не думала и видеть не видела про поролон. Пришло все само по необходимости. Архаманы – это вообще отдельная нация людей, которые видят вещи другими глазами. Стаканы банки – это горшки. Вешалки, крючочки – все, на них уже висят наши орхидейки. И то, что в разных частях света у архаманов мысли сошлись использовать губку, по мне так это неудивительно. Я, друзья мои, поверьте, не претендую ни на патент и уж тем более на Нобелевскую премию. Мой способ отличается от других тем, что фитиль упрощает реанимацию. Не нужно постоянно прыгать, прыскать и так далее. Он сделает из подручных материалов, которые найдутся у каждого. И всю работу сделает сам, распределив влагу должным образом, в нужном количестве. И мне так захотелось поделиться своей находкой с вами. Не для того, чтобы получать негатив с обратной стороны, а наоборот, кому-то возможно помочь, подсказать. Ведь все банально просто, а работает на ура. Большинство из нас сажают в кору, в мох. Но у всех у нас свой способ посадки и полива. Не правда же? Так и здесь, с губкой. У каждого свой способ. Смотрите, за эти дни в треснутой шейке появился еще один корешочек. Так что, дорогие друзья мои орхаманы, давайте дружить, делиться своим опытом, радоваться за других. Нас объединяет прекрасное хобби, от которого мы должны получать только позитив. Нам с вами нечего делить. У нас с вами одна цель – растить прекрасные цветы без танцев с бубнами. Спасибо, что выслушали. Надеюсь, никого не утомило. Но ответить я должна была на поток комментариев. И всем огромное спасибо за поддержку. Давайте делиться добром. Итак, давайте рассмотрим, что же у нас здесь происходит. Потеряли нечаянно один корешочек. На данный момент вы видите, как сильно пожелтели листья. Процесс желтения уже был. Вы могли это наблюдать. Но вы посмотрите, то есть три листа желтеет. И у нас останется один маленький, всего лишь без желтизны. Сейчас хочу снять вот этот вот листочек. Попытаться. Но он очень мясистый. И я боюсь, как бы не задеть и не сломать корешочки. Да, сложная процедура. Практически хирургическая. Но попытаемся. Очень плотный лист. Шейка там остается после него прям уже тоненькая. И смотрите, под листиком этим корешочек. Такой вот сплющенный-сплющенный. Еще большую задачу усложняет. Реально сложно подступиться, потому что и там, и там везде корешочки. И вот он действительно вот настолько такой плотный. Снять его практически невозможно без травм. Поэтому тут уж так аккуратничаю. Вот хочу подрезать до корешочка. Кстати, задавалось несколько подобных вопросов. А что дальше? Ну хорошо. Корешочки пошли. Они же не прорастут, поролон? Ну нет, конечно, не прорастут. Я как считаю, что это конструкция и способ подходит для начального этапа реанимации. Корешочки начинают хорошо идти в рост. А дальше вы заказываете, к примеру, мух, если его у вас нет. И пока он придет, у вас уже будет готовый персонаж к посадке. А может вы вообще что-нибудь придумаете свое. Было бы интересно. Все, подхожу, подхожу, все ближе и ближе. Отрезаю маленькими кусочками, пытаюсь убрать. Но вот здесь уже прям сложная задача, где сами корешочки убрать лист, чтобы, не дай бог, не зацепить. Видите? Весь лист под корнем. Малейшие движения, они отвалятся. Ну, в общем, пыталась, пыталась, как смогла, убрала. Вот корешочек у нас. Фокус приплюснутый. Но вот тут, где сами корешочки, никак не убрать остаток листа. А оставлять я его боюсь, чтобы не пошло гниение. Вот сейчас чуть-чуть попробую, насколько возможно. Но весь, вот, смотрите, вот весь тут вот прям, ну, не уберу никак. Из-под корней. Ну, не подступиться. Даже пинцет, вот он не пролазит, бочком пытаясь. Никак у меня так вот прям, не выходит. Иначе снесу корешок. Ну, вот так вот у меня вот получилось. Что смогла сделать. Ну, вот осталось все равно под корнями чешуйки от листа. Что тут у нас с попкой потемнело. Ну, делаю срез. Вижу только, это поверхностная такая чернота. Видите, там внутри все зелененькое. Вот. Все зелененькое. Сильно ковырять ты тут тоже никак не наковыряешь. Снесешь все, что нажито не по сильным трудам. Листья просто ужас. Посмотреть. И большой вопрос. Насколько эксперименты с этой орхидеей у нас в дальнейшем продолжатся. Потому что однозначно все эти листы, кроме вот этого молоденького, у нас уйдут. И что там останется? Голая шея с одним листом. Поэтому сегодня мы с вами попробуем посадить еще одну орхидейку для большей наглядности. И убедиться или не убедиться в том, что способ этот работает. Так, друзья, мой лист мы сняли обратно. С корешками боюсь, я не смогу разместить орхидейку. Поэтому вот придумала взять стаканчик, вырезать у него дно. И здесь уже оно пошире. Окружность. И вставить в этот стаканчик уже более просторно орхидейку. И посмотреть, что из этого получится. Но стаканчик у меня болтается, орхидейка будет падать. Поэтому надо что-то придумать. Сейчас отрежем фитилек нужного размера. Положим губку. И чтобы водичка у нас не сильно набиралась, я здесь возьму, обвяжу резиночкой. Можно каким-нибудь хомутиком. Опять же таки делаю, хоть и второй раз, но немножко меняю посадку. Поэтому еще не знаю, как это будет смотреться и работать. Все придумываю, скажем, по ходу действий. И вот придумала посадить этот стаканчик на баночку. Как раз горлышко в горлышко. И она хотя бы будет устойчива. Вот такая вот конструкция получилась. Сегодня воды наливать не буду. Хочу, чтобы она немножко у меня подсохла. Потому что листики мы с вами снимали. И возьмем вот орхидею. Думаю, какую же из них взять. И это две больняшки после обморожения. Остались без корневой системы. Они есть на канале. Но здесь я вижу пимпочка. Как бы наклевывается. Поэтому я ее оставляю. Нам надо для эксперимента совершенно без корневой орхидею. Но с кучей тяжиков. И я эти тяжики, наверное, даже не буду обрезать. И делаем, в принципе, аналогично. Беру обрезанную бутылку с средним горлышком. У которой шире горлышко, чем у с бутылки. Из-под лимонада. И пытаясь сейчас отрежем цветонос. И разместим в посадку аналогично той, которую мы делали с вами в прошлый раз. Так, пупырка вот тут вот есть. Это не корешочек. Это вот был когда-то корешочек. И остался кусочек тяжика. Все. Заворачиваем. Прям с тяжиками. И сейчас мы их просунем. Тяжики с губкой. В наше горлышко. Все аналогично. Беру фитилек. Немножко его пальчиком туда протягиваю. Только тут две губки. Поэтому размещаю между губок. Почему две губки? Потому что та губка была толще. Эта тонкая. И она одна бы была, если бы то она болталась. Ну, в принципе, все. Наши посадки закончены. Будем теперь наблюдать за двумя орхидеями. Одна остается, как у нас стояла прежде, эта орхидея. Воду, как сказала, наливать сегодня не буду. А за этой будем наблюдать все, к сожалению, желтые листики. Не знаю, как поведет себя дальше. Ну, вот такая конструкция могучая. Бизанская башня. Ну, куда деваться. Все, дорогие мои, на этом посадки закончены. Будем наблюдать. Спасибо, что остаетесь со мной. Смотрите, интересуетесь. Добра вам, счастья и удачи. Не болейте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok